Китайская компания TCC Group подготовила технико-экономическое обоснование нового содового производства в Башкортостане. Общий объем капиталовложений оценивается более чем в миллиард долларов. Как сообщается, предприятие планирует запустить в 2022 году на базе гумеровского месторождения известняков. Проект рассчитан на производство 1 миллиона тонн кальцинированной соды в год, а также вспомогательное производство. Как пишет издание «Коммерсант», проект должен быть реализован компанией «Ишембайский известняк», который входит в группу компаний ТАУ. На прошлой неделе стало известно, что сотрудники республиканского МВД провели выемку документов в офисе управляющей компании ТАУ «Нефтехим», которая управляет активами группы ТАУ, в том числе крупным нефтехимическим производством. Ряд аналитиков считают два этих события связанными между собой. В региональном МВД выемку документов прокомментировать отказались. Напомню о том, что в Башкортостане может появиться новое производство по выпуску кальцинированной соды, заявил в начале июня глава региона Рустам Хамитов. В первом полугодии собираемость налогов в Башкортостане выросла более чем на треть. В январе-июне в бюджеты всех уровней перечислено более 213,5 миллиардов рублей, плюс к тому же периоду прошлого года почти 57 миллиардов. Поступления в федеральную казну увеличились на 40 процентов. В региональные и местные бюджеты почти на 35, сообщили в пресс-службе Республиканского управления Федеральной налоговой службы. Рост акцизов превысил 15 процентов. На 11,5 процентов увеличились поступления налогов на доходы физических лиц и на добавленную стоимость. Взносы на обязательное социальное страхование перечислены с плюсом в 9,5 процентов, сообщили в налоговой службе. В региональной власти отчитываются о перевыполнении плана по предоставлению единовременной социальной выплаты семьям, в которых рождается первый ребенок. Как сообщили в Госкомитете по строительству и архитектуре, на данный момент деньги получили 1450 семей. Документ предусматривает выделение 300 тысяч рублей жителям региона, у которых появляется на свет первый ребенок. Первоначальные расчеты были ориентированы на предоставление социальной выплаты 2000 семей в течение трех лет. Однако этот норматив был превышен уже в 2017 году. По данным Госкомстроя, заявления на участие подали свыше 5000 семей. Почти все они стали участниками программы, причем 1750 семей получили соответствующие свидетельства. Напомню, в начале июля перечень семей, имеющих право претендовать на получение денег, был расширен. Предполагается, что теперь на 300 тысяч рублей в общей сложности смогут рассчитывать около 8 тысяч семей. Четыре проекта с общим объемом вложений около 2,2 млрд рублей пополнили список приоритетных инвестпроектов Башкортостана. Как сообщили в Минэкономразвитии республики, речь идет о модернизации существующей и строительстве новой теплицы в совхозе Алексеевский в Уфимском районе. Сумма вложений порядка 1,5 млрд рублей. Данный проект – часть инвестиционной программы госпредприятия, рассчитанной до 2021 года. Следующий проект – организация переработки масочных культур на Училинском элеваторе. Объем инвестиций составит 611 млн рублей. Горизонт планирования до 2020 года. Социальный эффект – создание 36 новых рабочих мест с сохранением двух имеющихся. Третий проект – по разработке карьера строительного камня для производства гранул, используемых для производства изоляционных кровельных материалов. Инвесторам выступает ООО «Завод стройминерал». Карьера расположится на территории Училинского района. Планируется добыча строительного камня в объеме 200 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций – более 120 млн, а срок реализации – до 2020 года. И, наконец, завод «Нефас» намерен начать серийный выпуск пассажирских автобусов нового модельного ряда в количестве до 1000 единиц в год. Объем вложений – почти 150 млн рублей, запуск запланирован на 2019 год. Таковы новости к этому часу. Смотрите наши выпуски в течение дня в 8, 9, 12, 15, 17, 19, 00 и теперь новый выпуск в 2020. Хорошего дня!